Блин, они такие мемные. Они не страшные, они смешные. Опа, Банбан злой. Просто отпинал его и пошел дальше. Это какая-то пила аниматроник, которая уже зависла в первые же секунды. Не дня без новых видео и монстров по Банбанам. Леди и джентльмены, сегодня мы с вами познакомимся с новым непредсказуемым Шарки Кли. А вы что, думали, монстры по Банбану когда-то закончатся? Нет, они продолжат выходить каждый день. Прямо как новые трейлеры Банбаныча. Причем один из этих трейлеров вышел на нашем любимом канале Багги Хаги. И я не могу его пропустить. Тем более, что он выпустил продолжение своего гениального сериала и там опять вернулся вонючка Джоэл. Как же мы без него жили все эти дни. Если заинтригован, не забудь влепить лайкос под этим роликом и не забудь посмотреть ролик до конца. Там будет много чего интересного. Ну а мы начнем с канала Багги Хаги. И с его нового тизер-трейлера третьей главы Банбанычей. Это, конечно же, не фейк. И там у нас появится какая-то слониха. Или слоненок. Ну выглядит и опять же все это неплохо. Только откуда они все взялись? О, он уже презентует новых монстров. Он не успел показать вот этого вонючего Джоэла, как презентовал слониху и какого-то монстра темного. И еще кого-то. Вот это что за существует, а? Брат Стингерфлина. Че здесь происходит? Сланиха в новой серии сериала от Багги Хаги. Это уже полноценный сериал он пилит. Как бы факт. Я думаю там полноценная анимационная студия. Они дропают видео каждый день. А как бы 3D ролик анимированный создать сложно. 3D ролики анимированные за один день не делаются. И там сейчас был опять какой-то очень страшный трипофобный монстр. Я бы не хотел на самом деле его увидеть. И конечно же дыра. Блин, ну монтаж у них невероятный. За такое Оскар дать надо. Это видимо все локации, которые будут в новых их анимациях. Но пока они не выпустили новые анимации с вот этими вот персонажами. Там есть только вонючка Джоэл. Мы его увидим позже. И что-то они одно и то же мне уже показывают. Я это уже видел. Покажи мне что-нибудь новое. Кстати говоря, опять чувствуется вайп Бекрумса. И там стулья летают. Или у них тени очень кривые. Посмотрите сколько их там уже. Целая куча. Там можно тот скриншот просто сидеть разбирать. Опачки. Все-таки кого-то они нам покажут. Какую-то руку. А, это этот фиолетовый монстр. Непонятно как его будут звать. Скоро мы узнаем. Они даже в конце добавили якобы такую пасхалочку. Мало ждите в стиме. Будет круто. Ну а мы с вами переходим к новому видосу о нашем Джоэле. Вот как мы терпели-то. И собственно говоря он по следам нашел этого Джоэла. Джоэл находится вот в этой комнате. И вот оно. Как раз таки на этом закончилась прошлая анимация. Но они концовки всегда меняют. А, он вонючка потому что он ест мусор. Это оказывается игрушка. А на самом деле вот они Джоэла. Они здесь были как SCP. Видимо здесь будет такая фишка что ты смотришь на них. Они не двигаются. А, один из них реален. Или не реален. Я чуть не успел прочитать. Видимо реален. Кто-то видимо нападет. Блин они такие мемные. Они не страшные. Они смешные. Они похожи на каких-то обдолбанных динозавров. Я вот так вот это вижу. О нет. Он видимо выбрал не того. Но это опять интересная заделка под мини-игру. Мне нравится. Что дальше? Они так все пялят на него. Опять не угадал. Так просто проходил и всех пинал. В чем сложность-то? Они поменяли местоположение. Реально напоминает SCP. Так, может быть этот? А как их найти? Было бы прикольно, если бы он реального как-то отметил. А, с помощью дрона. И реальный убежал. Все остальные пропали. Настоящая магия происходит. Видимо сейчас будет огромная надпись на весь экран. Продолжение следует. Через пару дней. Потом нужно будет взять паузу и прям тотально посмотреть все ролики баги-хаги. Но сегодня я вам хочу новых монстров показать. Я только ради этого записываю этот ролик. Я на самом деле хотел выдержать паузу. Но вот... Та сраная акула, она не дала мне ее выдержать. Я хочу на нее посмотреть. Нужно собирать мусор. Сортировать мусор. Фантастика. Ну, кстати говоря... Это нормальная тема. Все-таки основная фан-база Гартен Бан-Бана это... Дети! И вот можно детей научить сортировать мусор. Почему бы и нет? Нормальная тема. Вполне себе. А потом оказывается, что под землей там реально сидит пикстер и жрет все это дело. Весь этот мусор. Оба! Почему он злой? И такая же локация вроде была у другого моба. И вот он поймал как раз-таки нашего героя. А в следующей анимации окажется, что герой смог сбежать. Как же так? И ладно, на самом деле это было интересно. Видимо, в следующих сериях он презентует еще 20 тысяч монстров. Мы будем обязательно следить за его успехами. Ну а пока посмотрим на новых монстров с других каналов по Гартену Бан-Бану. И, конечно же, под новыми монстрами я подразумеваю эту акулу непонятную. Ох, какой здесь всратый графон. И почему у него на пульте иконки как на виндоусе? Здесь локации прям мега всратые. Прямо с блоков собранные. Ужасно выглядит. Че-то такое качество. А, и вот он. И было бы прикольно, если бы сейчас прям ролик закончился. В принципе, все. Ну, акуленыш выглядит не так плохо. Я ожидал худшего. Он типа должен в правильном порядке нажать. А, я понял, это мини-игра очередная. И почему акула его не ест? Как дрон здесь нереалистично летает в игре, бы вы потратили на это 3 минуты. Опа, неправильно кот ввел. И его этот шарк-кли или сли съел. Слил, так сказать. И, видимо, он оставшиеся 2 минуты будет проходить эту гениальную мини-игру. Нет, он ее быстро прошел. И акула исчезла. Мне до сих пор непонятна логика монстров в бандбане. А там шериф. И да, нужно вот так еле-еле передвигаться. Аккуратно. И шуметь побольше. Чтобы тебя точно поймали и сожрали. Ловушка. И звук, словно он в Dark Souls попал. Там должна была появиться надпись. You're dead. Видимо, он упал и приземлился прямо в попе Playtime, судя по поезду. Почему они все время вставляют поезда? Поезда легко анимировать. Что за прикол с поездами? Почему везде гребаные поезда? Я понять не могу. Что за детская площадка с шерифом, который там катается? Возможно, персонаж при падении помер. И это лимб какой-то. Пространство между мирами. Опа. Бан-бан злой. Просто отпинал его и пошел дальше кататься. Он говорит, ты живой? Видимо, нет. Он его чисто одним ударом отправил на тот свет. Причем на том свете. Продолжение следует. Не знаю, буду ли я ждать продолжения роликов с этого канала. Но это выглядело забавно. Кстати, о продолжениях. Я ведь совсем забыл о куче скам трейлеров Бан-баныча. Я их вот столько пропустил. Вы себе даже не представляете. И вот, к примеру, один из них. Который выглядит вот прям очень всрато. Скоро. Что же будет скоро? Так это же фрагмент из оригинального трейлера. Разве нет? Только не говори мне, что ты перезалил оригинальный трейлер. Что я? Он просто нарезал скриншоты и фрагмент из других каналов. Ой, чел, какой же ты кринж. Боже мой. Я даже не знаю, стоит ли это смотреть. Это выглядит прям ужасно. Как будто в мувимейкере это собирал детсадовец. Трейлеры так не монтируются. Реально везде скриншоты. Это вообще, по-моему, картинка с превьюшки какого-то ролика. Серьезно? Он на мобилке этот трейлер собирал. Гарден оф банбан 1, 2 и 3. Которые вот не отличить. Это явно не фейк. Посмотрите на шрифт. Верю каждой клеткой своего тела в то, что это не фейк. Где ссылка? Как скачать? Не знаю, но я буду искать. Ну а пока погрустим вместе с Пикстером. Жила была свинья, которая любила готовить бургеры. И, судя по всему, готовила она их в детском саду, что странно. Был мальчик, который любил есть бургеры и обнимать эту свинью. Что происходит? А, это чувак в костюме свиньи. Ну тогда все понятнее. Какой-то тоже школьник. Видимо, над ним решили поставить эксперимент по превращению его в шефа Пикстера. Какой кошмар. Вы заметили, что все фанатские истории становления заключаются в том, что жил-был какой-то человек, так или иначе связанный с цветом или формой, или образом монстра. Потом его поймали ученые и превратили в монстра. Та-дам! Все, грустная история. Всем, пожалуйста, сесть и разрыдаться. О боже! И на канале SailPlayTime тоже вышло продолжение многосерийного, многострадального сериала. Давайте посмотрим на него. Здесь бомболена вернулась. Вернулась она сразу после битвы Джоша и Фиддлса Большого. Точнее, после того, как они пытались сожрать игрока. Но они настолько медленные и безмозглые, что у них, конечно же, не получилось. А, он спрыгнул прям в темноту. Нифига себе паркурист. Я в шоке. И все, Джош его опять не смог достать в тысячный раз. Может, фонарик с собой возьмешь, я не знаю. Найдешь там фонарик, он же там должен быть, раз там так темно. Какая-то странная комната. А как бомболена вернулась? Откуда она вернулась с того света? Его вроде Джош сожрал. Или расплющил, я не знаю. Опа! Застрял. Сейчас бомболена выйдет. Да как же он спасется? А я знаю как. С помощью надписи продолжение следует. Сто процентов. О, кто пришел? Интересно, они его озвучат? Или он просто опять будет стоять как дебил? Нет. Озвучка подъедет только в следующей серии. В этой у них не хватило денег. Питаются они дошираками. Бан-бан в шоке. Или он показал ему, нападай на него! Откуда он вообще нашел этот проход? Че происходит? Тарантиновская постановка! Так. Как же он выберется? Ой! Как это странно все выглядит. Куда дверь делась? Почему бомболена его не ловит? Или она его ловит просто настолько медленно, что можно пойти себе чай налить? Не знаю. Поспать, посрать. Как же он все это медлительно делает. А, она его ловит. Она застряла просто в проходе. Ха-ха! Круто, тенечка. И все-таки он смог от нее сбежать. И вот теперь уже продолжение следует. Надеюсь, что в следующей серии появится какой-нибудь новый гениальный монстр. Ну, а пока многие просили вернуться к каналу Гантола, у которого каждый день выходит новый Гартен оф Банбан. У него там и пятый, и шестой, и седьмой, и восьмой, и девятый, и десятый. Все виды банбанов у него есть. Вон, у него одних пятых банбанов штук пять, наверное. Ладно, давайте мы посмотрим на последний его ролик. Прокачался он или все так же пилит какой-то скам? Так, ну пока что выглядит все это всрато. Давайте я сразу пролистаю. Опачки. Нет, он опять пилит одно и то же. То есть я смотрел его ролики, и в его роликах он просто брал оригинальный геймплей, перекрашивал стены, немножечко менял локации местами, и все. И здесь то же самое. Ладно, он какие-то модельки еще экспортировал. Хотя, по-моему, это и есть игровая моделька Джоша, просто какая-то всратая. И сейчас он спускается, все, в принципе, как в игре. Что начинается? Валяется какой-то Джош всратый. То есть он стыб взял модельку Джоша с прилепленной бандбаленой. Боже, как это странно. Он еще и башкой ертит и летает. Какая крепота. Чел невероятно креативно, конечно, подходит к своей работе. Мне нравятся вот эти переходы через темноту. Вот где он оказался, как он сюда попал, одному богу известно. О-о-о. Это внебрачный сэн Джоша? Что это за красная хрень была? Так. Так медлительно он все это делает. Телепорт. Бандбалена ожила. И опять побег от Бандбалена. Тот же самый. Сейчас его вот будет ловить опять Джош. Здесь еще и желтый ездит. Возможно, тогда и не будет ловить. Нет, будет абсолютно все то же самое. Из ролика в ролик. Десятки роликов подряд. Одни стены перекрашивает. Чел. Завязывай. Сделай что-то прикольное. Что-то креативное. Вот будешь собирать просмотры, как Баги Хаги. Но это, кстати, не единственный подобный канал. Есть еще канал под названием Биба. И на нем мы можем найти десятки пятых глав Банбанычей. Вы просто посмотрите на эти превью. Это фантастика. Давайте откроем какой-нибудь из роликов. Здесь у нас есть невероятно хайповый стингер Флинн. Причем в названии написано, что это третья и четвертая глава. И как же они всрата анимировали мышку. Так, но это уже не выглядит, как перекрашенные локации из оригинальной игры. А будет канал Боба? Мне этот вопрос просто интересовал сразу же, как только я нашел канал Бибы. Должен быть канал с Бобой. Так, но у него оригинальный контент. То есть он какую-то мини-игру новую придумал. Причем ассеты все еще из оригинальной игры. И за ним даже гонится какой-то стингер Флинн. Фантастика. Ладно, выглядит плохо, не по-игровому. Но это хотя бы что-то новое. А то чуваки разленились. Прям одно и то же. Клепают десятками роликов в тени. Рубят бабло лопатами. Какой же стингер Флинн все-таки быстрый. И мне кажется, в оригинальной игре он будет размером побольше. Мне кажется, он будет прям такой гигантский. Вряд ли это будет маленькая медузка. Хотя было бы очень мемно. Все его боятся. Знаете, там прям... Такой долгий подход к нему был. Мы долго до него добирались. А потом оказывается, что он вот такой крошечный. Бонболена опять какая-то всратая. Что за новый тренд с мертвой Бонболена? Я понять не могу. И долго он еще убегать будет? Самый долгий побег в истории человечества. А все. Он не может пройти. Трубка слишком высоко. Чел такой, ладно, пойду посмотрю. Это что, баг? Почему он не может пройти? Че за бред я смотрю? Какого черта здесь происходит? Ладно, канал Биба меня не очень впечатлил. Он занимается какой-то ерундой. И на этом ролик заканчивается. И так как канал Боба я не нашел, мы переходим к следующему каналу. Канал Эдди Плейтайм. Раньше этот чувак пилил кучу роликов по Попе Плейтайму, а теперь, как вы видите, пилит контент по Гардену в Бонбану. И у него есть какие-то очень странные версии персонажей Гардену в Бонбану. К примеру, сейчас приготовьтесь, потому что вы увидите крайне необычную версию Апилы. Это какая-то Апилы-аниматроник, которая уже зависла в первые же секунды. Дважды. Невероятное качество. Ну, кстати, моделька у нее клевая. Мне нравится. Выглядит прям кайфово. То есть, если бы модельки в Гардену в Бонбане выглядели вот так вот, то и игра бы получила от меня дополнительный балл, потому что я уже устал от вот этих вот мелких детских персонажей. Хочется чего-то реально страшного. Опа. Даже скример есть. Мне это очень сильно напомнило ФНАФ, если честно. И у него есть полноценный, так сказать, геймплей этой новой версии Гардену в Бонбане со страшными монстрами. Правда, выглядит все это вот так вот, да? Да, знаете, как будто бы Гардену в Бонбане с RTX, но как будто бы и нет. И здесь что, реально прям геймплейн? Реально проходит игру? Да ладно? На самом деле все это выглядит так, словно это сгенерировала нейросеть. Ооо, фонарик, слава богу! Потому что нихрена не видно. Я хочу сразу, наверное, долистать до каких-нибудь монстров, потому что он ходит и какой-то ерундой занимается. Это вот классика всех этих роликов. Просто хожу по кухне 10 минут. Вот реально этот ролик идет 10 минут, и за первую минуту он нашел только какую-то записку. То есть здесь даже лор какой-то он прописал? Или это записки из игры? Непонятно. Будет ли он использовать дрон? Да, будет. Интересно, опять записки. Ну давай уже, проходи, я хочу посмотреть на Апилу. А, стоп, Апила же должна быть вот где-то здесь. Сейчас мы ее должны увидеть. Вон она была, на секундочку. Почему все такое темное? Он прям полностью перенес оригинальные игровые локации? И не то, чтобы прокачал графон. Почему он назвал это улучшенной версией Гартенов Банбан? Там, видимо, были улучшены только модельки монстров, как я понял. Хотя, да, все выглядит иначе, местами выглядят подтянутее, но, камон. Так, хочу посмотреть на Апилу. А, в принципе, что-то он да поменял. Яйца теперь по-другому собираются. То есть он немного передел игровой геймплей. Яйца теперь найти попроще, и собирать их нужно не Апиле в рот, а вот в какое-то гнездо непонятное. А где сама Апила? Он будет от нее убегать в эти 10 минут? Он прям 10 минут собирать будет яйца? Я надеюсь, что нет. Я вот немного пролистал ролик, и он уже 2 минуты ползет по какой-то трубе. Это норм или не норм? О, выход. И он выйдет в Backrooms. По крайней мере, стена выглядит так, как будто это Backrooms какой-то. Где он оказался? Опять записка какая-то. Что происходит? Опять он 2 минуты ползает по трубам. Какая-то локация с трубами, вы заметили? Я уже очень долго листаю, и там бесконечные трубы, трубы, записки, трубы, трубы, записки, записки. Опять трубы, трубы. Он уже сам такой, Еееее, очередная труба! Я сошел с ума! Так, он все яйца собрал, кажись. Неужели? Мы дали карточку. А пила-то где? Я не понимаю. Он ее на одну секундочку показал. Там опять новые локации. Нашел отвертку. Это мы все видели. Покажи монстров! Хочу увидеть монстра. А пилу, как он убегает от нее, вот это самая интересная часть. Нет, он нам все дни не покажет. Он любит трубы. Всякие канализации, вот вентиляции, просто игровые трубы. Да хватит! Из 10 минут, он минут 5 ползает по трубам. И как только он вылез из гребаной вентиляции, он отрубился. И оказался на каком-то складе непонятном. Ну какая-то тягомотина на самом деле. Идея интересная. Но как-то все это скучно. Возможно, играть в это было бы весело. Вот если бы я делал прохождение. Но смотреть на ютубе, ну такое. Я ожидал, что здесь будут новые монстры, как раз таки переделанные. Более страшные. Но что-то никаких монстров здесь нет. Есть вот тупость какая-то. Куда он лезет? Что он делает вообще? На хрен он пытается туда залезть? Ладно. Все, я устал смотреть это. Я думаю, мы пока что закончим на этом. Если вы хотите увидеть больше монстров, бомбанычей, вот прям еще сотни, вы знаете, что нужно делать. Также не забывайте подписываться на канал. Это очень важно. Это продвигает канал. И вы не пропустите новые ролики. И с вами сегодня был Фокс Нево. Об этом тоже не забывайте. И увидимся.